Здравствуйте, друзья! Сегодня на ремонте у меня телевизор Philips. Неисправность у него следующая. Включаю. Телевизор включается. Усилитель низкой частоты телевизора работает, а вот изображения нет. Каналы переключаются. Проблемы быстрее всего с цепями питания кинескопа. Снял я заднюю крышку. Сейчас я его включаю. И будем измерять напряжение на плате в виде усилителей. Значит так, здесь на восьмом выводе должно быть 160 вольт. Вот тут. Что у нас есть? 147 вольт. Питание занижено в первом выводе. Должно быть 8 вольт. А есть 5 и 6. Значит занижено питание. Питание на нить накала кинескопа поступает. Она светится. Так что нужно разбираться, почему занижены напряжения 8 вольт и 160 вольт. По мере, что еще на выводах транзистора в виде усилителей. Это общий. Здесь 147. 140 вольт. 145. Ну 140. Это на коллекторах транзисторов. Кинескоп закрытый. Измерю еще напряжение, поступающее с блока питания на ТДКС. Здесь он через дроссель 5551. Должно быть питание в районе 95 вольт. 96 вольт. Значит питание в норме. Клиент говорил, что если постучать, может даже на некоторое время и появится это изображение. Но давайте попробую я еще. Вот только дотронулся до ТДКС. И он сразу же засветился. Ну... Прижимаю. Не отключается. Тут еще... Ну, кажется, работает. Телевизор выключил. Пускай он немножко постоит. И буду повторно его включать. Запустится или нет? Ну и ничего нет. Экран не светит. Экран не светит. Ну, опять попробую. Прижму ТДКС. Да, нет. Нажимаю на ТДКС. Ничего. Вокруг обвеску. Изображение появилось при нажатии на электролит. 2470 здесь стоит. 2470 здесь стоит такой. Экран засветился. Отключил телевизор. Сейчас я сниму шасси и посмотрю там на непропае под ТДКСом, конденсаторами. Быстрее всего где-то проблема именно там. Так, снял плату. Ну, визуально здесь я ничего не вижу. Так, вроде все нормально. Здесь пропаивали. Еще заводская пайка. Возьму сейчас микроскоп. И под микроскопом посмотрю выводы ТДКСа. Возможно, здесь есть кольцевые трещины вокруг выводов. Вокруг конденсаторов электролитов. Здесь большие. Конечно, можно сразу взять это и пропаять. Но 100% дать, что именно здесь где-то какой-то обрыв нет. Возможно, внутри ТДКС обрывается. Все же я, наверное, посмотрю выводы, чтобы вот эти. Чтобы уже точно убедиться, что здесь дефект монтажа. А вот и, как видите, виновник этого торжества. Это вывод 10 ТДКСа. Вот такая кольцевая трещина вокруг вывода ТДКСа. Она не очень большая. И контакт то появлялся, то пропадал. Посмотрю еще другие выводы ТДКСа. Возможно, еще где-то есть. Контакты ТДКСа вроде пропаяны все здесь нормально. Трещин нет. Пропаивали. Или это завода еще пайка. Ну так вроде все нормально. Значит, только вот этот 10 вывод. Выводы ТДКСа сейчас все пропаяю. Начну с этого 10 вывода. Его хорошо пропаять нужно. Ну и все остальные. Возможно, где-то еще под пайкой. Лучше лишний раз его пропаять, чем потом искать эти неисправности. Я когда ремонтирую телевизоры, даже если это не связано неисправностью ТДКСа или сбоку питания, я все равно же вот эти габаритные радиоэлементы ТДКС и ТПИ, силовые транзисторы, выводы все пропаиваю. Со временем при нагревании вокруг этих выводов появляются кольцевые трещины. Лучше лишний раз пройтись, пропаять, чтобы потом не было повторного ремонта. После пропайки обязательно нужно взять скальпель и почистить все. Канифоль вот эту, что осталось. Ну и посмотреть, возможно, где-то припой попал между дорожками. Это тоже часто бывает. Так что не надо спешить. Пропаял и сразу же в резетку. А потом, кажется, где-то была КЗ. И этот ремонт затягивается на большее время, чем нужно было, чтобы сделать, казалось бы, элементарные вещи посмотреть и прочистить. Нужно выработать в себе такую привычку, что после запаивания выводов радиоэлементов обязательно его прочистить и посмотреть не закороченные где-то соседние дорожки после вашей пайки. Ну и после этого все же хорошо с четкой смоченной в раствор, удаляющий канифоль. спирт или специальные сейчас есть растворы промыть плату. Бывает, что после этой промывки можно увидеть еще какие-то скрытые дефекты монтажа. Еще раз проверю напряжение на выводах контактов платы кинескопа. Кинескопа значит на восьмом выводе у меня должно быть здесь 160 вольт. 160 вольт. Так как и должно быть. Ну и на первом выводе 7,7 вольта. Ну по схеме тут должно быть 8 вольт. Напряжение в норме. Телевизор работает. Вот такая была неисправность. Время плюс опадов. Минимальная температура поведения ночи плюс 22 градусов. День плюс 30 градусов. У Мариуполі хмарно. Температура ночи будет плюс 26. День на термометр до плюс 32. Опадів не очікується. У Донецку хмарна повода опадів не очікується. Вночі буде плюс 23 градуси за плюс 35 градусов. День Телевизор работает нормально. Поставлю его на прогонку еще на некоторое время. И если все будет нормально отдам клиенту. Ну что ребята всем удачных ремонтов и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова